Друзья, иногда возникает вопрос, когда человек в силу своих психотипических наклонностей или в силу каких-то своих характерных особенностей, он залипает всего на одном каком-то варианте восприятия того, что происходит. Или на восприятии какой-то ситуации, или на восприятии себя и так далее, и так далее. То есть в силу разных обстоятельств вытесняется или просто не обращается внимания, то есть нет привычки перемещать свой фокус внимания в разные места, и человек ситуацию видит, скажем так, очень однобоко. И она ему кажется какой-то, он ее сразу каким-то образом интерпретирует. То есть какой-то там абстрактный случай. Человек пришел, например, в магазин, там какая-то была очередь, он не любит стоять в очередях, он развернулся и ушел. То есть какая может быть первая реакция. Там очередь, я не купил то, что хотел, потому что там стояли люди, я не захотел стоять, там было много людей, толпа и так далее. Но через несколько минут он там идет дальше, заходит в какой-то там очередной магазин и видит, что там вообще никого нет, и там еще и цена ниже этого же продукта. То есть получается, если в моменте он возмущался, что как же так, очередь, люди, толпа, невозможно ничего купить, но это спровоцировало его пойти, сходить в другое место, где оказались совсем другие условия, еще и с лучшей ценой. То есть вот эта вот старая притча, помнишь, про старика и про лошадь. Когда у какого-то там пожилого мужчины был табун лошадей, и вот он его где-то там на пастбище прогуливал все свое стадо, или, я не знаю, кто там, табун, как правильно, и к его табуну прибилась какая-то лошадь, неизвестная. Ну и когда он там пришел в свою деревню, в селение, соседи ему сказали, о, тебе повезло, у тебя новый, значит, новая там конь, лошадь, не важно, там жеребец, не важно. Но он говорит, это неплохо и нехорошо, как знать, это просто, просто событие. Вот, на следующий день, значит, сын этого мужчины попробовал объездить этого жеребца, жеребец его сбросил, он упал и сломал ногу. И все, о, горе тебе, старик, значит, этот жеребец принес горе в твою семью, твой сын сломал ногу, о, горе тебе, старик, ну и так далее. Вот, через некоторое время началась война, и начали всех молодых людей, значит, по мобилизации забирать в армию, а он лежал, его сын, с поломанной ногой, ну, его в армию не забрали. Естественно, опять сказали, о, старик, как тебе повезло, и так далее, и так далее. То есть, говорят, что у медали всегда две стороны, или у монеты всегда как минимум три стороны, ну, об этом часто умалчивается, что... Вот это ты сейчас кому-то порвал, ну, как бы есть... Порвал третью сторону. Орел, решка и ребро. Три стороны. Вот, что получается, что у события всегда есть разная точка восприятия. То есть, хорошо или плохо, это наша привычная интерпретация событий. Поэтому, если мы видим в своей жизни какое-то событие, если с нами что-то произошло, то не всегда это хорошо или плохо, если нам вот кажется это на первый взгляд. Ну, вот это распространенная такая уже борода-борода, когда, типа, если жизнь там подкинула вам лимон, сделайте лимонад, там, по Дейлу Карнеге и так далее. Но мы можем как минимум не только с трёх, а мы можем с четырёх, с пяти и больше сторон рассмотреть на события. Мы можем рассмотреть события с временной точки зрения. Мы можем рассмотреть события с точки зрения различных ролей. Мы можем рассмотреть события с точки зрения разных эмоциональных восприятий и так далее. То есть, палитра восприятия может быть там, ну, условно бесконечной. И когда человек понимает, что он может воспользоваться какой-то другой точкой зрения, то есть, например, если я привык проваливаться в эмпатию, во вторую позицию, и часто я, например, сострадаю людям, каким-то бездомным кошечкам, бездомным собачкам, как же так, они бедные, несчастные, голодные и так далее. И получается, что я в одной и той же позиции, я сострадаю. Так. То если я, допустим, выйду в первую позицию, я скажу себе, браво, молодец, что у тебя есть на что покушать, что у тебя там есть крыша над головой и так далее. Вот, конечно же, допустим, если взять там средства массовой информации, то часто, конечно, людей, которые находятся в такой вот эмпатийной, сострадательной реакции, их как бы цепляют, что там где-то произошло стихийное бедствие. Значит, люди остались. Да, безусловно, это грустная история. Но если это произошло где-то в каких-то горных районах Перу, то вопрос, а мы вообще как-то можем помочь в принципе? То есть мы готовы помочь, но как? Как? В горных районах Перу, где нет ни аэродромов, никакой связи, как мы можем помочь? Я думаю, что в общем-то, собственно, никак. Понятно, что есть различные ребята, которые тут же возьмут рюкзак, сядут на самолет, будут там добираться, волонтеры и так далее. Но сама суть, если мы можем посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, мы увидим, что у события есть и другие качества. Они могут быть, события могут быть не только хорошие или плохие. Такая распространенная история. Часто спрашивают, а вот если я вот так сделаю, это плохо или хорошо? А если мы возьмем еще, дополним несколько критериев, мы будем смотреть не только с точки зрения плохо или хорошо. Например, будем смотреть с точки зрения выгодно-невыгодно, полезно-неполезно. Ну а собственно, какой совет можно дать? То есть, как пользоваться этой информацией? Например, для начала хотя бы там то, что мы с тобой уже обсуждали, из другой роли посмотреть. Посмотреть из другого момента, что, к примеру, мы что-то там собирались сделать. Пробовали что-то, пробовали, пробовали, у нас не получилось. У нас там что, может самооценка там в моменте упасть, что типа, вот мы там что-то пытались сделать, у нас не сработало. Какой-то человек может быть сразу в реакции разочаруется, скажет, блин, что-то не получается. Или что-то сильно трудное. Или я там замахнулся на какое-то что-то очень большое и так далее. Я считаю, что здесь есть другая сторона вопроса, что мир дал обратную связь, что вот этот размер задачи решается с другим объемом навыков, знаний, опыта и так далее. Ну это похоже на базовую пресс-позицию НЛП, типа того, что нет поражений, есть обратная связь. Да. И переходи из рамки проблемы в рамку решения. Типа не акцентируйся на том, что у тебя не получается, акцентируйся на том, что тебе нужно и как это сделать. Абсолютно верно. То есть даже вот простой такой переход из рамки проблемы в рамку решения уже позволяет над ситуацией вообще видеть саму ситуацию иначе. То есть понятно, что переходов можно выдумывать миллион, это уже вопрос там фантазии или еще чего-то. Но даже два-три вот таких приема там, рамка проблемы, рамка решения, что нет поражения, есть обратная связь, говорит о том, что нам это дает пространство для дальнейших действий. То есть ситуация, если мы его рассматриваем как поражение, это тупик и как бы конец. А если мы говорим, что это обратная связь, это продолжение. То есть почему люди часто перестают пытаться что-то делать, пробовать что-то новое. Потому что у них было большое количество событий, где они посчитали, что все, конец, точка. Дальше невозможно. Соответственно у них есть разочарование, что зачем пытаться, конец известен. А если мы понимаем, что нет поражения, а есть обратная связь, то есть продолжение. То есть совет твой, как я понял, услышал. Если ты попал в тупик, возможно ты всего не знаешь, посмотри на это с других позиций. И тогда ты увидишь продолжение. И у тебя расширится восприятие. Да, потому что тупик это тоже способ восприятия и интерпретации события. Нет никакого тупика. То есть это просто подсказка, что надо что-то корректировать. Что возьми задачу поменьше. Возьми паузу, подготовься, еще что-то и так далее. То есть масса может быть вариантов. Вопрос прежде всего в том, чтобы, допустим, вчера мне человек задал вопрос в директе. Я раз пять прочитал, непонятно в чем вопрос. То есть какое-то награждение каких-то абстрактных, абстрактных. Такое сложно сочиненное предложение, длинное. И в итоге непонятно в чем вопрос. И я как бы спрашиваю, а вопрос-то в чем? Я не могу понять, что конкретно. И человек опять там что-то спрашивает и опять не совсем понятно. То есть соответственно что? Первое, прежде чем мы будем даже менять саму точку зрения, мы должны себе задать вопрос, какой результат на выходе хотим. Хотим-то чего на самом деле? То есть включаем фокус языка номер один, намерение. А хотим-то чего? То есть вот когда человек говорит какую-то абстрактную историю, типа хочу, чтобы было все хорошо, это же непонятно о чем. То есть даже если человек сможет конкретизировать, что он конкретно хочет, он уже поймет, что делать дальше. То есть когда абстрактно я там пошел, попытался что-то сделать, но сильно не сформулировал, какой у меня на выходе будет результат, то обратная связь дает нам конкретную подсказку. Определись, хочешь-то чего. Вот тоже была у меня там одна дама на индивидуальной сессии. И она мне вот говорит, вот мне не нравится то, мне не нравится все. Я не хочу, чтобы в моей жизни происходило вот это, вот это, вот это. Я говорю, все замечательно. Хочешь чего можешь сказать? И у нас произошло, ну я не знаю, может быть даже пять раз, что она все время соскальзывала в то, чтобы сказать, чего же она все-таки не хочет и что ей не нравится. И закончилось это тем, что она там пошла, так сказать, домой упражнения делать, но она так и не смогла переключиться в тот момент, чтобы определиться, хочется чего. Ничего не хочется. Вот чего нам не хочется, мы типа все умные. Я не хочу там, чтобы со мной то-то происходило, я не хочу, чтобы со мной то-то происходило, я не хочу, чтобы у меня не получалось, ну и вот это вся вот ерунда. Хочешь чего? То есть можешь конкретно сказать, чего конкретно я хочу? И вот здесь прям проблема. То есть когда человек понимает, что он хочет на самом деле, то есть не говорит какое-то внешнее желание, а понимает мотив внутренний, который за ним стоит, то сразу находится ответ. При этой ситуации, эта ситуация помогает мне? Она подсказка или она не нужна? То есть она подсказывает о том, что нужно, ну там, помнишь, да, вот это же такая классика, кто там, Иванушка или кто там, или богатырь пришел, и где три дороги? Илья Муромец. Илья Муромец, там три дороги. Это же подсказка. А никуда не пойдешь, здесь тебе. Да. Слушай, ну как бы я совсем согласен, я просто хочу дополнить, что бывает ситуация, когда человеку так плохо, что единственное, что он точно знает, что он хочет, чтобы ему стало менее неплохо. Отпустило, что мы. Поэтому иногда люди действительно перегружены настолько, что не способны даже мозг включить, сформулировать. Ну первым делом, пришел человек, у него в голове условно торчит гвоздь, и он ни о чем не может думать, кроме как... Как гвоздь не вытащит. Да. Вытащить гвоздь, налепить пластырь, теперь что ты хочешь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!